всем привет вы на канале мистер кубик на днях в корейской версии игры аркейдж был установлен сентябрьский патч который внес много интересных изменений и нововведений в данном видео рассмотрим уже более подробно новую систему наемников напомним сейчас в игре имеется три фракции это охотники за удачей союз нуи и хорнийский союз теперь в союзе нуи и хорнийском союзе можно будет создать фракцию наемников на западе она называется странники луны и данная фракция будет в союзе союзом нуи а на востоке странники солнечной земли где данная фракция будет уже в союзе с хорнийским союзом также с помощью системы наемников можно стать и охотником за удачей перед собой вы видите NPC и место их расположения. Данные NPC позволяют перейти на ту или иную сторону фракционных сил путем выполнения небольшого задания, в конце которого вы получите итем, использовав который вы перейдете на выбранную сторону фракции. Если вы успешно сменили сторону, то NPC дадут вам небольшой подарок в виде вот такой коробочки. На Корее для его открытия нужно 50 специальных итемов, свойственных только Корее. Как будет у нас неясно, да и будет ли вообще. Перед собой вы видите таблицу со списком предметов, вы получаете все эти предметы, открыв в подарок. Как по мне неплохой такой подарочек для будущих наемников. И для того, чтобы ваш персонаж мог стать наемником, он должен соответствовать некоторым критериям. Персонаж должен иметь 50 и более лидерства, уровень знания языка противника 5000 и более, ГС персонажа 8000 и более, выполненную седьмую главу основной сюжетной линии. Также есть еще некоторые условия. Члены малого совета не смогут стать наемником, они должны быть обычными игроками. После смены фракционных сил вы не сможете их поменять в течение двух месяцев. Переходя на другую сторону фракционных сил, учтите, что незаконченные задания, свойственные только той фракции, которой они принадлежат, будут автоматически отменены. Ну и давайте теперь откроем вкладку сообщества, союз наций, где как раз можно наблюдать эту новую систему. Здесь мы видим фракции, охотники за удачей, союз Нуи, хорнистский союз. Также здесь показан уровень силы фракции и сама система наемников. Ну а остальные параметры нам пока не интересны. Информация об уровне силы фракции обновляется каждое воскресенье ровно в полночь. И давайте на примере разных ситуаций на серверах посмотрим, как работает система наемников. И также сразу напомню, что в первое воскресенье месяца член союза может призвать игроков, ушедших в другую фракцию, обратно. Данное приглашение придет игрокам на почту и будет лежать там 5 дней. Так что у вас есть время на принятие решения. Игрок, принявший приглашение о возврате к изначальной фракции, получит небольшую награду в виде гравировки, которая вставляется в шлем и дает 240 устойчивости к атакам в пвп. Ну и теперь давайте на примере разных ситуаций на серверах посмотрим, как работает новая система наемников. Здесь мы видим, что это пираты и то, что они слабые, судя по их уровню силы. Здесь мы видим с помощью вот этих вот надписей, что данная функция здесь включена и работает. Можно еще обратить внимание на вот этот значок. Он может быть или зеленый или серый. Собственно он активен или не активен. Также будет меняться и надпись в нем по-корейски. Сейчас мы видим, что данная функция наемников у пиратов включена и 19 игроков, а именно западников уже присутствует у пиратов. Тут сразу может появиться вопрос, а почему только западников 19? Почему не восточников, где восточники? Дело в том, что здесь в данной ситуации восточников на сервере мало, поэтому функция перехода в восточников на пираты нет. Она как бы отключена. А западников наоборот слишком много, поэтому функция для них включена. Переход на запад и восток. Здесь же мы видим уже другую картину. То, что это же опять пираты, функция наемников у них включена и она активна. Мы видим, что 10 западников и 10 восточников уже пошли в пираты в виде наемников. И вот третья картина, когда функция включена, но она не активна. Мы видим, что пиратов также мало, судя по уровню силы. Значок здесь серый и слово по-корейски здесь уже иное. Видим, что только западные игроки могут вступить в пираты в виде наемников, но пока там никого нету. Здесь ноль. Поэтому я и сказал, что функция наемников здесь включена, но она не активна, потому что никого нету. Далее, к примеру, мы посмотрим со стороны западников. Мы видим также, что он слабый по их уровню. Видим, что здесь включена функция и она активна, потому что на запад пришло 9 котов, 9 восточников в виде наемников. Также на запад в виде наемников могли прийти и пираты. Но так как пираты здесь слабые, поэтому функции у них такой нету. Другая картина, здесь у нас тоже запад, но здесь картина уже совершенно иная. Здесь мы видим, что уровень силы запада очень высокий. Как видите, здесь он 5 уровня. И функция наемников здесь она отключена. И никаких показателей, что сколько тут наемников здесь нету. Так как запад здесь показан сильной стороной, так что в запад влиться нельзя ни пиратам, ни востоку. Ну и давайте еще одну ситуацию рассмотрим со стороны восточников. Здесь мы видим, что сила востоков 3 уровня. Здесь мы видим, что функция наемников включена, но игроков с запада здесь нету. Со стороны пиратов здесь игроки не могут прийти в виде наемников, потому что пираты здесь и так слабые. В теории данная система должна балансировать все три силы, но как это будет на практике, это уже другой вопрос. Если у вас появились какие-то вопросы, идеи и все это, пишите в комментариях, обсудим вместе. Не забываем поставить лайк видео и подписаться на канал. Ну а на этом пока что все, всем до завтра.